Национальная железнодорожная компания на грани дефолта. Казахстан Семержалы не справляется с оплатой своих финансовых обязательств. На начало нынешнего года долг железнодорожного гиганта достиг почти трех триллионов тенге. С таким неожиданным заявлением сегодня в парламенте выступил глава высшей аудиторской палаты. Все это обернулось скандалом, во время которого досталось и самому Алихану Смаилову. Как это было, расскажет наш корреспондент Ирина Панфилова. Уже не первую неделю аудиторы сообщают о нерациональном использовании денег. Сначала в одной, затем в другой сфере. И вот сегодня очередь дошла до железнодорожных перевозок. Работу компании Казахстан Семержалы без того постоянно критикуют за плохое качество услуг. И вот теперь стало понятно, что лучше, по всей видимости, не станет. Сегодня главный аудитор страны заявил, компания не в состоянии оплачивать свои финансовые обязательства. Компания находится в красной зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 триллиона тенге. И он продолжает расти. При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития Самрук Казына не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведут к дефолту КТЖ. Неутешительный прогноз и у представителей руководства нацкомпании. По их словам, долг будет расти и дальше. К началу следующего года он может превысить уже 3 триллиона тенге. Потому что мы покупаем эти локомотивы, мы покупаем пассажирские вагоны. А вы видели, сегодня частные перевозчики пассажирские не покупают пассажирские вагоны. Мы берем кредиты и строим дороги. Два частных перевозчика, они взяли 6,3% грузооборота, при этом забрали 28% прибыли к КТЖ. Один из частных перевозчиков почти на 32% поставил тариф выше КТЖ. Депутаты не смогли сдержать негодование и возмутились тем, что отвечать на их вопросы не пришел первый руководитель, казахстан Семиржилы Нурлан Сауранбаев. Он вместо этого уехал в загранкомандировку. В парламенте я работаю уже 3 года, однако Сауранбаев не приходит. КТЖ такая плачевная ситуация, он только отправляется в их заместителей. Кто он такой, чтобы не являться в парламент? Впрочем, досталось сегодня не только руководству нацкомпании, но и главе высшей аудиторской палаты, который и рассказал о финансовых проблемах КТЖ. Депутаты припомнили ему его прошлое. На самом деле состояние кампании ухудшилось, когда вы были премьер-министром. И я бы хотел здесь аккуратный вопрос задать. Почему в то время вы не занялись данным вопросом? Мы эти вопросы поднимали несколько раз. Обращались в отраслевые министерства, компании КТЖ также направляли поручения. Однако принимаемые ими меры были недостаточными и неэффективными. Поэтому мы данный вопрос вынуждены поднять еще раз. Отчет аудиторов выявил в КТЖ массу не только финансовых, но и инфраструктурных проблем. Кроме критической массы безнадежно обветшавших вагонов, компания использует устаревшие информационные системы управления перевозками. В прошлом году пассажирские составы опоздали в пункты своего назначения в общей сложности на 412 часов. По сравнению с 2022-м задержки поездов участились в пять раз. Ирина Панфилова, Амир Абишев и Улагат Мергалиев. Столичное бюро КТК.